Всем привет и слава Украине! Передача новости Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Гелла Вассеза, и сегодня с традиционным обзором событий за неделю. Хорошо знакомого вам Владимира Копчак. Приветствую, Владимир, что тебя видеть. Героям слава, приветствую, Гела, приветствую, уважаемые зрители. Ну, сначала о делах житейских, так сказать, почти бытовых. Первое. Поздравляю тебя с четвертой годовщиной того, как ты переехал в Грузию и здесь основался. Южно-Кавказский филиал центра исследований армии конверсии и разоружения. Спустя четыре года я это название хорошо запомнил, и даже если меня ночью разбудить, я это скажу. Это раз. Второе такое техническое замечание. Значит, нам сделали, вернее, замечание, я извинился, что мы ругаемся матом. Причем, знаешь, как сделали крыть нечем. Он сказал, мы смотрим новости Кавказа всей семьей. Значит, я этот комментарий видел, я этот комментарий видел. Он был написан в таком стиле, вот, я там подписался, спросил, все ли семьей, и вы писали комментарий. Там в трех строчках матом было больше, чем за четыре года в наших программах вместе взятых, поэтому претензии не принимаются. 12 плюс, а дети пусть лучше правильные слова от уважаемых людей в правильном контексте услышат. Ну, по поводу Терпил, это было там, конечно, я это просто не дал мне продолжить. По поводу Терпил, это было, конечно... По поводу Терпил, пятая колонна проигрывает в шестой палате. Идем дальше. Ну, и, конечно, я традиционно выражаю свою большую благодарность Тему Рувеку, благодаря которому комментарии на канале приобрели более или менее нормальный вид, без него было бы очень сложно. Начну я тоже с темы, которая не касается непосредственно сегодняшнего дня, завтра 8 августа. Кто-то считает, что 7 августа надо считать начало открытой военной агрессии Российской Федерации против Грузии. На самом деле я против того, чтобы считать 7 августа, потому что открытая военная агрессия началась раньше еще. Если мы говорим об эскалации военных действий, она началась в конце июля, когда начали артиллерии, кстати, осетинские проксии, сравнивать с землей грузинские деревни. И действительно, оттуда пришлось вывести людей. К этому времени у нас уже было 7 погибших. И 7 погибших, кстати, в составе миротворческого батальона грузинского. То есть они были миротворцами. У них был статус миротворцев. Но у тебя, я спрошу другое, у тебя, я спрошу, твои воспоминания об этих днях, потому что всегда очень важен для меня личный аспект. То есть ты помнишь, вот, август 2008 года, где ты был, что ты делал? Да, сейчас обязательно вернусь, чтобы не забыть в начале. Сегодня знаковый день и некий такой итог, не только недельный. 7 августа – это день Воздушных сил Украины. С чем? Да, мы все искренне поздравляем. Маленькая ремарка в состав Воздушных сил Украины входит и войска ПВО у нас. Когда эта война закончится, нашей победой, я уверен, что даже тогда не до конца, в принципе, возможно будет изучить этот феномен. Этот нонсенс позитивный. Вот. Касаемо героизма летчиков, ПВОшников, обслуживающего персонала и не только. Это тот урод войск, которому, или вид вооруженных сил, которому отводили три часа меньше, чем падению Киева и так далее. По всем сводкам, уничтоженные Воздушные силы Украины еще на аэродромах, в кавычках, до сих пор сделали так, что над Украиной уроды уже не летают практически, а вернулись к обстрелам, вернее, или перешли к обстрелам разным хламам, отчего нам не легче, Х-22, там и далее по списку и тому подобное. Это беспрецедентный вообще момент с точки зрения и разности потенциалов и всего остального. Поэтому поздравляем от призрака собирательного образа Киева, известного в начальной фазе, до молодых операторов-байрактаров, комплексов советских или позднесоветских С-300, С-125, далее по списку, тех, кто учатся сейчас на НОСАМСы и другие системы, которые сейчас пока вслух не называются. Это действительно герои, и это трудно оценить в процентном соотношении, которые обеспечили нашу будущую победу и нынешнее состояние, что мы не упали. Вечная память героям и погибшим. Что касается годовщины вторжения России или войны, августовской, мне нечего добавить к тому, что сказано, я не согласен ни с 8-м числом, ни с 7-м числом. Вот, 08-0808 опосредованно действует в информационном плане, в позиционировании, в широком смысле в информационной войне действует в пользу агрессора. Это надо себе четко понимать. Что касается, как я изучал этот вопрос, в том числе благодаря тебе, и гораздо пораньше в гибридном плане началась агрессия к ней подготовки. На эту тему написано уже тома, мемуары и так далее. Вот те, кто сейчас в политических целях спекулирует на том, что Грузия сама напала или там еще в каком-то плане гореть в аду, идут вслед за русским военным кораблем. Вот детей матами стараемся не распугивать от экранов. Вот, следующий момент. Очень отчетливо помню 08-0808 и 07 и так далее. Мы тогда с семьей отдыхали в Карпатах. Вот. Я тогда работал в ЦИАКР, работал в Дефенс Экспресс, вот, агентстве. Был по теме, кстати, по авиации занимался и так далее. Выпускающим редактором журнала еще не был, ну, поэтому по касательным, скажем так, был в процессах. Вот. Сказать, что это был шок, ничего не сказать. В футбольной тусовке у меня был, к сожалению, царство ему небесное, очень близкий друг Муртас Деканаидзе, со знаковой для Грузии фамилией. Вот. Он всегда говорил, что Украина следующая. И я, чего уж греха таить, веря ему, ну, мне, я часто был в тусовке, что казалось, что, ну, Муртас выпил лишнюю рюмку, надо расходиться, эмоции и так далее. Вот. И тому подобное. То есть это тоже было в этот период, и сейчас, я думаю, все понимают, насколько он и не только был прав. В этом плане я хочу напомнить, очень актуально сейчас в Грузии, на фоне всех этих танцев с бубнами, когда вопрос войны подчинен внутрополитическому противостоянию, а в воюющей стране должно быть наоборот. Я хочу напомнить некоторые моменты. Вот. Что, про восьмой год я уже сказал, еще в тринадцатом году, в ноябре, в декабре, во время Майдана, тем, кто называл, что уже война идет или сейчас начнется и так далее, надо будет уходить на фронт. Ну, тянулась рука вызвать скорую помощь. Перенервничал человек эмоционально и так далее. Чем это закончилось и продолжается, мы все знаем. Пожелать можно только банальной мудрости грузинам учиться не только на своих ошибках, но и на чужих. Хотя то, как сейчас развивается вокруг слово-паразит гибридных угроз Грузии в разном плане, в плане визового режима, трескотни, ксенофобии, беженцев в кавычках и без, из дорогих россиян и так далее, я вижу, оцениваю ситуацию в Грузии как очень грустную. По некоторым моментам она развивается для меня настолько очевидно, что это не может быть правдой, но тем не менее. Мы много спорили с тобой, ты свидетель и соучастник Джисаки, не только, задолго до 24-го, 2-го числа по этим вопросам. Сейчас все сбывается до запятой. Крепости, мудрости грузинам и государственным аппаратам, соответствующим органам и так далее. Как с этим вы будете справляться, я себе слабо представляю. Поэтому, sorry, вот за такие эмоции, в этот день я чувствую то, что чувствую. Ну и безусловно, слава героям Грузии, вечная память героям, которые погибли и в августовскую войну, и которые сейчас воронят Украину и продолжают гибнуть за нашу общую победу. Ну а то, о том, что происходит в Грузии, вот на эту тему мы обязательно поговорим, уже в конец передачи. А сейчас перейдем к главной новости недели. Ну для нас главной, понимаешь, в чем дело. Для кого-то главная была там визит Пелоси в Тайвань, на самом-то деле. Для кого-то там косовские события. Ну неделя длинная, это целых 7 дней. Нет, но главная для нас именно это, ну я бы сказал так, новая реальность в Карабахе. Если называть это новой реальностью, сильно ошибемся? Нет, нет, не сильно. Ситуативно, ситуативно, ну смотри, как говорится, бог в деталях, дьявол в мелочах, да? Ну отсылаем, сори за секунду тщеславия, к экстренному выпуску нашему. Я сразу же говорю, что, ребята, военные аспекты, политическая ситуация, это все мы обговорили. Просто сейчас мы будем говорить о более общей теме и обобщающей, это понятно, да? Да, давай подведем некие итоги, важно на самом деле. То есть, в принципе, особо добавить нечего к тому эфиру. Ну вот сейчас официально Министерство обороны Азербайджана заявило о контроле над горой Бурзух. Если я интонационно неправильно ее назвал, прошу прескипловых зрителей. Меня простить. Интересный момент, я уникал здесь по этому поводу. Действительно, высота господствующая, это с прицелом и на Сарксанг, и на Ханкенди даже. Вот мы много говорили о северном, северно-западном направлении. Там еще есть интересный нюанс, что по новому разделению между районами Азербайджана, эта гора находится, была она, ну или сейчас находится в ведомстве контроля формального российских так называемых миротворцев. Это стык, и она находится формально в Геронбойском районе Азербайджана. То есть на стыке с Кельбаджарским, я так понял, на стыке с Тертерским или на Агдерея и так далее. То есть это к вопросу, как остановились или не остановились 10-11-20-го года. И привет Фрахаду Мамедову за определение по Бровкин-Кау. То есть вот такой момент, что в логике Азербайджана ее уже не существует. Это Бровкин-Кау, она понятная. Не только, скажем так, на административном делении, но и на земле. Вот этот момент, ну почему-то для меня стал показательным, и я как бы до сих пор не стесняюсь учиться и разбираться. Потому что очень эти нюансы могут всплывать в дальнейших разговорах и так далее. То, что здесь усилен контроль над Хейволы или Эйволы, как говорится, над Рабон, над этим населенным пунктом, над северным направлением в целом очень важным, мы сказали в предыдущей программе. То есть с точки зрения ситуативного, тактики, оперативного искусства и дальнейшей стратегии в чисто военном плане, безусловно, это приобретение для Азербайджана. Однозначно, то есть не верить Минобороны Азербайджана смысла нет. То есть там карта сужения или расширения контроля азербайджанских вооруженных сил, она вполне доступна. Это здесь такой чисто военный. Вот. Чисто военный момент на Лачинском направлении, на мой взгляд, он вторичен. Тут скорее идет модерация, изменяется модерация или может быть резко изменена в ближайшее время, касаемо так называемой коридорной логики. Что бы здесь я выделил? Прежде всего, это не получается переход, можно говорить сколько угодно, к сожалению или не к сожалению, переход Лачина и двух сел, одно из них Забух, второе, к сожалению, забыл название, под контроль Азербайджана. Вот с армянской стороны и по линии армян Карабаха и Еревана проходит информация там, что 20 дней или сколько дней дается из сел на выход, покинуть эти населенные пункты. Вот этот момент важен. К чему придет интересный момент переход контроля нынешнего Лачинского коридора без открытия пока альтернативной дороги? Как это будет выглядеть, мне пока непонятно, будем посмотреть. Ну и главный момент тот, будет ли КПП на земле де-факто, азербайджанских, хоть на новой дороге, хоть на старой. Из появления этого КПП меняет парадигму дальнейшей модерации урегулирования вокруг Карабаха. Много мы об этом говорим. Кардинально, на мой взгляд. Прежде всего в торгах по линии Баку-Москва, но не только. Из грустных моментов, что я бы выделил, я бы, например, сейчас, ну, пулуарно мы с друзьями обсуждали, было бы прикольно, если бы, например, из Баку прозвучало вот а-ля, как они говорили к армянам Карабаха в Ханкинде и Степанаке, типа Кадак, что сами разоружите незаконные вооруженные формирования, могло бы сейчас хотя бы прозвучать, не покидайте свои дома. Все, переходим, урюм, но дома покидать не надо. Там опять идут спекуляции, что лачи на эти призывы не касаются, касаются только двух сел. Зрители, комментаторы, я уверен, меня поправят, если я не прав. Но там, опять же, нюансы странно прописанного документа, известной ночной бумаги. Должны ли быть, в принципе, кто-либо, кроме охраны, на дороге 2,5 в одну сторону, 2,5 в другую сторону, на новой дороге, если она проходит через эти населенные пункты, то там, ну, в принципе, обсуждать нечего. Но этот жест был бы на уровне идеи, по крайней мере, для меня вменяем. Хотя я прекрасно понимаю, что в нынешних условиях мое предложение звучит как троллинг обоих сторон, что армянской, что азербайджанской. К глубочайшему сожалению, это пока так. То есть идеализированный наш вариант, что мирное соглашение и армяне Карабаха остаются в Карабахе в виде граждан, или в статусе, сори за такое слово, да, граждан Азербайджана. Вот, отдаляется этот идеализированный сценарий, который становится гораздо больше фантастическим. Ну, вот я вижу так пока промежуточные итоги. Ждем КПП, ждем кофе и КПП. Ну, смотри, по сути же, вот ты сказал, что это выглядит как троллинг, но по сути же, нужно же с чего-то начинать. Может быть, есть смысл действительно начать с этих сил. Ну, как бы, знаешь, это как полет. Почему я назвал троллинг с обеих сторон? Потому что гневно армянская логика, понятно, невозможно сформировать мотивацию в нынешних условиях, на мой взгляд, к сожалению, подчеркиваю, жить в качестве граждан Азербайджана. Это медицинский факт. Второй момент. С азербайджанской стороны в том числе действует военная логика, то есть общий контекст военной логики, невыведение незаконных вооруженных формирований. Ах, так и уходите все. Ну, я простыми словами говорю. Ну, дальше идут частности, что там заселены армяне Ливана, не местные армяне, наши должны возвращаться, что не ставится под стройнение азербайджанцев и так далее. Но это убивает. Почему я говорю тролли? Потому что, повторюсь, с точки зрения на практике реализации, невозможно сформировать на нынешнем, скажем, этапе отношения эскалации, мотивацию армян Карабаха остаться, в принципе. Будь то в Ахавна, он же забух, будь то в Лачине. Это как бы медицинский факт. Троллинг в одну сторону. Что касается азербайджанской стороны, здесь общая действует военная логика давления, в том плане, что выводите незаконные вооруженные формирования. «Ах так, тогда уходите все». Я просто говорю это упрощенно, хотя звучит и пожестче. Ну и дальше там частные дискуссии о том, что в Лачине армяне из Ливана, не коренные и так далее, должны вернуться наши в свои дома, что не ставится под сомнение. Но с точки зрения механизмов обеспечения этого процесса на земле, на практике, я не вижу сейчас точек соприкосновения. К сожалению, категорически буду рад оказаться неправ. Дихотомия РФ Армения, Турция, Азербайджан, она все еще существует? Нет, ее никогда не существовало. Ну смотри, нет, с формальной точки зрения дихотомия, она присутствует сформально юридической, потому что Российская Федерация является союзником Армении по ДКБ. Турция является союзником, ратифицированной, кстати, по Шушинской декларации, и военно-политическим союзником. Есть, правда, еще соглашение о союзническом взаимодействии. Что значит соглашение о союзническом взаимодействии? Ну, в принципе, там прописано так. Отзеркалены не все, но многие статьи, Шушинская декларация отзеркалены между Азербайджаном и Российской Федерацией, но оно не ратифицировано. Да, Ел, ну вот вся твоя юридическая преамбула, но я тебя прошу в моем и вообще в приличном обществе не упоминать ругательное слово о ДКБ, дети у экрана, ты опять меня провоцируешь. Не существует ОДКБ ни в этом контексте, ни в принципе. А то, что подписано на бумаге, ну мы же понимаем, что на земле это работает по-другому. И бьют не по паспорту, а по лицу, как правило. Вот, поэтому вот так я на это дело смотрю. И в этом плане мы много по входе, по результатам 44-дневной войны говорили, что не было этой дихотомии. И там, если брать под игроков, их гораздо было больше, чем четыре. То есть, что нет единства в том же Кремле вокруг Южно-Кавказской или Карабахской повестки дня. Монолитом выглядит Турция по разным вопросам в своей, пускай сейчас, предвыборной логике. Вот, и, ну, я не знаю, что по этому поводу сказать. Почему нет такой дихотомии? Ну, никто не станет отрицать, что в треугольнике Турция-Россия-Азербайджан, вот стороны треугольника по два игрока, вот, работают в том числе и вот в двухстороннем формате. Их три, получается. И в этот момент третий полюс смотрит на это дело искосом, мягко говоря. В том числе, когда Россия с Турцией разговаривает без Азербайджана, даже Азербайджан посматривает искоса. И те, кто говорят, что Азербайджан там а-ля как Турция, или это уже Турция, они не правы. То есть, есть, скажем там, кулуарно-переговорный формат Москва-Баку, кто бы что ни говорил. Ну, Баку-Анкара очевидно. Вот, само собой. Поэтому, как вот, будет ли этот треугольник равнобедренным или равносторонним, вот, мы посмотрим. Сори, мне такое математическое отвлечение. Но говорить о том, что есть жесточайшее разделение конфронтации между Россией и Арменией против Турции и Азербайджана, это не соответствует действительности, хотя бы даже в свете намерений и мотивов Кремля по созданию экосистемы на Большом Южном Кавказе, в которой они видят объективно и турков. Вот, как ни крути. Ну, и самое главное, посмотри, если бы твоя логика работала, ну, ребята... Твоя логика, я спросил. А, не-не, не твоя логика, озвученная тобой в программе логика, ну, она разбивается в простой момент, все-таки Азербайджан действовал точечно, действовал аккуратно, не трогая мирное население, ну, и не входя в конфронтацию, сейчас я про 1-3 августа, с российской стороной, мягко говоря, как минимум, на нее оглядывался. Вот. Есть версии сговор, есть версии очередной договорняк, но я их не комментирую, потому что, как это называется, уноситься в аналитику, не имея по этому поводу знаний, как бы не хотелось бы. Но согласованность с Москвой, она очевидна. Вот. То есть мы же про 44 дня мы много говорили, есть формат, как это, небывалый, разрешите влупить, разрешаем. Ну, я думаю, это не так. С другой стороны, формат оглядки на Москву мог быть, почему там, например, аналитические разведывательные службы по разным каналам отработали и написали там докладную записку, что если мы отработаем вот так, Россия либо проглотит, либо согласится, либо попросит в ответ вот это вот, и мы можем это дать. Да? Вот как-то так. Вот второй вариант не ближе, чем первый, хотя тоже крайность. Не, ну, несомненно, так я тоже абсолютно уверен, что не было никакой согласованности, и на этот раз я абсолютно уверен. У меня есть комфортная уверенность в том, что никакого согласования заранее оговорок не было. Хотя была информация, и в том, и в другом случае была информация, что, ребята, да, мы это сделаем. Или почему мы не допускаем момент, что мы не делаем раз, два, три, четыре, пять, вот, но если случится пункт X, мы ответим в формате Y. Почему вот это? И там кивнули или дали понять, окей. Вот, но все равно там есть, я же говорю, устал повторять, то есть бумага от 10 ноября прописана специально так, чтобы продолжался как можно долго тот трэш, который мы наблюдаем. Самый банальный момент, а, выведение незаконных вооруженных формирований, второй момент под пункт подразумевается, там написано, что армянский, вот, Азербайджан правильно говорит, всех. С другой стороны, прилетают спекуляции, притом сейчас невыгодные, Ереван, но они звучат, что вооруженные силы Армении и так называемые силы обороны Арцаха, это разные армянские формирования. Но тогда, ребята, мы дойдем до того, ну, раз вы разные, причем тут миротворцы, тогда воюйте. Вот и все. То есть, сори мне, я не призываю ни в коем случае к такому варианту. Но бумага прописана так, как... Я в логике не понял, раз вы разные, причем тут миротворцы? Не-не-не-не, ну, разные, но вы вооружаетесь с помощью миротворцев, с помощью России и так далее. Происходит эскалация. Там, где Азербайджан, на своей территории прав. Вот. Нет сил, срез, вооружение идет, базы создаются, опорные пункты создаются, но кроме как взывания к миротворцам ничего другого не происходит. А в бумаге прописано, армянские формирования и выводятся. Понимаешь? Вот. Если вы не выводите, тогда воюйте, уже бумага прописана так, что обеспечивают миротворцы, как это называется, безопасность населения Карабах, армянские. Вот. И опять же мы утыкаемся, а мы воюем с незаконными вооруженными формированиями. Смотрите, пункт выше, 4, по-моему, да? Почему они не выведены? Вот тебе и тупик. Вот бумага так и прописана. Там можно цепляться и про Брок-Ун-Као, и про все коммуникации, и про три года в течение трех лет открыть альтернативный коридор. Альтернативную дорогу в течение трех лет это же и через две недели, и через два года, и десять месяцев. Понимаешь? То есть никто же не поверит, что Азербайджан взял так вот и 32 километра быстренько построил, не имея каких-то гарантий, что подстройку своего участка будет подстроен армянский участок дороги. А он проволынен, с чьей подачи непонятно. И сейчас на телевизоре падает сообщение, что Алия в разговоре с Макруном сказал, что Шойгу дал гарантию о том, что как только дорога будет построена, я не знаю, насколько это верно, но по крайней мере некоторые телеграм-каналы пишут, причем не армянские, не азербайджанские, что, мол, как только дорога будет построена, то, пожалуйста, пользуйтесь. Это были переговоры Шойгу. И, скорее всего, именно с Шойгу был разговор по поводу вывода вооруженного формирования, потому что она была высокопоставлена. Слушайте, а как Шойгу может пользоваться дорогой, если не достроен 8 километров на армянской территории? Ну, я, сори, может, я куда-то не туда думаю. Никто же не ставит под сомнение. Ну, окей, пользуйтесь старой Лачинской, ну, и пропускайте нас, пока армяне не достроят. Я вот этот момент не могу врубить. Об этом мы поговорим завтра с Раухом Мирзаевым. Насколько я понимаю, там есть вариант, что азербайджанцы возьмут и достроят этот аппендикс как границы. Да, пока этот, пока, да. То есть пока не будет... Ну, я понял, о чем... А если они не достроят аппендикс, границы зачем пока не будет? Уже не нужно пока не будет. Так и будет. Ну, смотри, Гела, ты же понимаешь, если бы не было эскалационного контекста, модерированного Москвой, ну, слушай, ну, решаются эти вопросы на уровне решения за 15 минут и пару месяцев под дострой. Находятся деньги, политическое решение и так далее. То есть я вот этот довод, опять же, возвращаясь к этой бумаге, уже повторяюсь многократно, даже самый неконтроверсионный, казавшийся пункт и понятный в этой девяти пунктах, да, по альтернативной дороге, и то в нем утыкали, даже в нем, понимаешь. По всем остальным вообще не хочется даже рассуждать. Все на поверхности. Слушай, я не до конца понял, значит, по поводу военных, этих РНК, и по поводу их реакций. Я не помню, мы с тобой обсуждали это или нет, к тому времени была ли информация о том, что русские стали на позиции армян в Карабахе. То есть, ну, есть посты. Да. У русских есть посты и армян. Что русские стали на позиции армян тоже. Мы это обсуждали или нет. Ну и, конечно же, встреча с главарем вот этого русских военных и оппозиции. Оппозиционных партий. И после этого, значит, протест и так далее. Вообще, чего они ждут от России? Я не могу понять. Не, ну, смотрите. В логике России, в логике России, провисающей логики, ущербной, иезуитской, какой угодно, они опять ничего нового не придумали. Деэскалация через эскалацию. Опять героически спасли, но их проблема в том, что в динамике этому меньше всего верят уже даже и армяне. Первый момент. Кто на каких позициях стал, опять же, очень интересный вопрос. И что это меняет, если новая линия соприкосновения, да, новая линия соприкосновения, как ни крути, с увеличенными возможностями в военном плане Азербайджана по контролю территорий, изменилась польза Азербайджана. Это медицинский факт. А дальше на какие они позиции стали? Или армяне перебрались в Гослукорпю, там, где считается, что стоит пункт на северном направлении российской военной базы и так далее. Или они пришли на новую линию разграничения и сказали, все, расходимся. Суть это не меняет в модерации на длину. Это тактика, как в том анекдоте. Как ежики будут вставать с сусликами, словам это неинтересно. Вот и все. Что поменялось в этом плане? На что они надеются, я не знаю. Я не знаю, на что надеются. Я почему в этом плане и сказал, это не призыв, развивая логику, что российские миротворцы не справляются, ну тогда ищите контакты с Азербайджаном и разоружайте незаконные вооруженные формирования. Ну вот так я это вижу. Все. Тбилисский формат же был, который нынешним, скажем так, как это называется, нынешней эскалацией сбит на взлете. Но это же медицинский факт. То, что про сдобудки по приобретению Азербайджана мы проговорили, но то, что на длинную, это сыграло на руку Москве, которая не заинтересована в тбилисском формате, ну тоже медицинский факт. Чего уж там. По поводу тбилисского формата у меня такое впечатление сложилось, что те, которые говорили, что это был как бы пожарная попытка добиться деэскалации через деэскалацию, то есть вот такая, которая, в общем-то, как мы видим, оказалась неудачной. Да. Кстати, извини за авто, только что упала в телеграм-канале Копчака. Много не бывает. Вчера видел его, говорит, у Исмаила. Вчера много этих... Слушай, да, я просто вдруг посмотрят, я перед многими СМИ хочу извиниться. Я не могу работать в режиме коня на свадьбе, не обижайтесь, мне не хватает на больше, чем один-два эфира в день. Просто это не от недоверия к вам занято, они так бывают. В сутках 24 часа и 2 часа в день, это... А это не 2, на самом деле, это больше? Мы это знаем? Нет, я открою тайну, возможно, кого-то уделю, я к эфирам готовлюсь. Слабый есть. А вот это ты зря, батенька, это ты зря. Слушай, ну и как бы про дихотомию я тебе сказал, но вот тебе еще один из комментариев к нашему предыдущему экстренному эфиру. Не помню, кто пишет, но товарищ Илья из Армении, в общем, с армянским ником. Армения вернулась в цивилизованный мир во главе с США, Азербайджан вместе с Россией провернули эту операцию. Очевидно, союзничество России, Азербайджана и Турции тому свидетельство результата встречи Эрдогана и Путина. Плавно переходим к встрече Эрдогана и Путина. Вот через... Немножко странный контекст. Ничего себе плавно. Не, ну давайте про визит Пелоси два слова скажем. Вот я думал, что ты спросишь и так далее. Вот Юру Пойту позови обязательно. Синолога и тайванолога главного всей Руси, Киевской Руси. Вот. Обязательно его позови. Знаешь, что вот это меня возмутило? Помнишь, мы все недельные кейсы, когда проговариваем, в каждом есть предвыборная логика. То Макрона надо было переизбрать, сейчас надо переизбрать Эрдогана, выборы там, в парламенте. Черт побери, тут оказывается даже, как оказалось, в Пекине товарищу Си надо переизбраться, и у него могут возникнуть проблемы. Сори за такой шуточный автоп, но даже там и даже в этой логике визит Пелоси рассматривается достаточно жестко. Два полюса. Я почему-то спокоен. Ну, а тут опять же два полюса есть, что продемонстрировало, парадон, яйца не дрогнуло, вот, а дрогнули китайцы. Второй полюс в черно-белом кино комплексов футбольных болельщиков, это то, что был общий сговор, поддержали друг друга, вот там демократы, поддержали коммунистов, как обычно, со времен Киссинджера и так далее. Это другая крайность. Но, чтобы этот блок закрыть, зовем синологов, когда-то, вот мне Гамид Гамидов лучший комментарий на эту тему написал, мы с ним знакомы только по фейсбуку пока, но не могу не процитировать, что с 24 февраля Украина показала, что такое вторая армия мира, а со 2 августа Соединенные Штаты показали, что такое вторая экономика мира. Вот к этому вердикту мне добавить нечего. Ну, я тебе скажу так, что твой ответ мне напомнил старый советский анекдот про Штирлица, о котором Мюрлер говорит, завтра едем на картошку. Штирлиц говорит, я офицер советской армии, не собираюсь ехать с вами гадами, эсэсовцами, на картошку и льет Мюрлера в лицо. Мюрлер утирает, достает паоток, утирается, говорит, хороший прием Штирлиц, но картошку вы все равно поедете. Не, не, по этому поводу есть этот, короче и точнее, анекдот, который заканчивается фразой, проститутки, подумал Штирлиц, Штирлиц, подумали проститутки. Я все-таки прошу прокомментировать то, о чем я сказал, при чем тут Белоси. Ну, как при чем, я ничего не напутал, она взлетала. Я, я привел цитату о Гене. Не, я просто, слушай, я просто, чтобы не забыть, понял, визит Эрдогана в Сочи и так далее, поехали. Отправляю к эфиру, знаю, что ты записал Евгению Габер. Я уже, я уже, не глядя, совсем с ней согласен. Это так, чтобы не терять время. Следующий момент, в контексте комментария отчасти провокационного, который ты озвучил. Слушайте, если Армения технически разворачивается и развернется на Запад, к Штатам и так далее, надо ей просто всячески пожелать в этом удачи. Это в интересах всех игроков региона. Если это действительно есть на земле практически как угодно к этому предпосылке, то Николу Пашиняну нужно усилить личную охрану. Вот так я на эти процессы смотрю. Не, ну ты понимаешь, в чем дело. Тот же, сказали, это постфактум, к сожалению, постфактум этого действительно нет. Ну и возвращаясь... И по риторике после 3 августа официального Еревана, к сожалению, моему личному, субъективному, развивается в дальнейшей кремлевской модерации конфликта вокруг Карабаха. Ну и возвращаясь от таких встреч непосредственно в Сочи, ты знаешь, что я очень подробно и Сирию, и зерновое соглашение, и все остальное обсудили уже с Женей. Смысла нет к этому возвращаться, но к одному термину твоему я сказал, попытка шридеризации Эрдогана, а я в разговоре с Женей выдал немного другое определение, финляндизация Турции. Вот одно другому не мешает, в общем-то, но финляндизация Турции в том плане, что вот был советский блок, советским блоком, ну, если мы возьмем 50-е годы, 60-е, до 70-х годов, до знаменитой сделки трубы газ, до германского кейса и так далее, было, в общем-то, было, ну, достаточно такие напряженные отношения не было, холодная война, что называется, в полном разгаре до разрядки, но была страна, через которую, в общем-то, шла торговля, шли даже определенные какие-то технологии, ты маленький, а вот у нас в детстве были эти самые карандаши Кохинор. Да, 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 да. Они считались у нас хорошими карандашами, потому что я жил в Батуми, и там было много импортных товаров, спорт и так далее, то Кохинор был практически у всех в классе. Кроме всего прочего, всегда спрашивали, а сантехника какая, чешская или финская? Почему-то сантехника чешская могла быть в Советском Союзе или финская, но была еще советская ее не считали, финская считалась круче, ну и так далее. Тебе не кажется по итогам этой встречи, что вот это заложенная основа финляндизации Турции в этом плане? То есть Турция, когда говорят, что Турция может войти в экосистему России, я говорю, ну это бред. То есть Турция замкнется, изолируется и так далее. Вопрос понял. Спасибо, что ты разложил новое понятие финляндизации от Турции, потому что я уже хотел, как в этом, помнишь, к бару сходить и Коля, Гоша, переведи, помнишь? Я уже подумал, о чем речь. Нет, логика тут абсолютно понятная. Тут вопрос, опять же, не в том, что получится или не получится загнать Турцию и Эрдоган в экосистему России, понятно, что не получится. Другой момент, что Россия будет всячески этому стараться это сделать и способствовать по разным каналам. Следующий момент, Турция будет торговать. Турция будет пытаться торговать, ты, по-моему, тоже неоднократно говорил, торговать, зарабатывать на провисающей России, здесь она не универсальна. В контексте Украины главное, чтобы эти, опять же, много было сказано, главное, чтобы Турция, Эрдоган в этой торговле не свалился под вторичные санкции лобовые и опосредованные. Для Украины важно, чтобы следить внимательно не только за болезненной темой торговли, подторговли, перепродажи, краденым зерном, но и по созданию серых каналов. То есть, то, что Россия отчасти получит серые схемы через Турцию, у меня сомнений нет. Важно, в каких сегментах и ключевейший момент, чтобы этого не произошло в сегменте чувствительных технологий оборонных и так далее. Я думаю, в этом не заинтересован прежде всего Эрдоган, чтобы это всплыло на поверхность по понятным причинам. Мы разговор про возможности, ну, по Байрактарам Сельджук и Халюк Байрактар ответили. Пропускаем эту тему. И тут теперь самый интересный момент. Много было сказано, что турки, как византийцы, учителя дипломатии византийской, а не ученики у Москвы. То, чтобы подытожить очень коротко, я уверен, что Эрдогана развести не получится. Но предпосылки, чтобы качнуть ситуацию изнутри внешними игроками, в том числе Москвой, сейчас присутствуют, тем более в предвыборной логике. А вот знаешь, что я бы не стал говорить о том, что Москва хочет затащить Турцию в свою экосистему. В этой экосистеме Азербайджан хочет, очень хочет. Армению сам хочет. Азербайджан математика и география. Все войны это математика и география. Грузию хочет, Иран, да. Но вот Турцию, Турцию как раз таки, скорее всего, хотят оставить как окно. Смешно. Азербайджан и почему? Азербайджан наверное звучит для но Турция может стать единственным окном в Европу для России. Правильно. Ну и опять же такой момент. Не только есть такой мем Запад назначил Турцию посредниками и переговорщикам, но и Россия категорически заинтересована в посреднических функциях Анкары в своих интересах. Ну и то, что посредничество всей инициативы проговоренные многократно в том числе и токсичные для Украины влажаться в предвыборную логику Эрдогана это тоже на поверхности. Само собой и вопрос почему ничего не было сказано про Карабах и вообще про Южный Кавказ. Вот этот кейс я выдвину опять-таки версию в разговоре с Женей Габера что может быть события первого третьего августа были именно для того чтобы ничего не было там сказано про это? Как минимум публично. да, нет, так зачем сейчас гадать? А о чем можно было говорить? ну там можно было шире копнуть, совместной присухи не было официально. дальше там собак там все подцитировали и так далее уже по возвращении можно было говорить но по Карабаху Эрдоган по-моему могло ошибаться сказал, что мы придерживаемся трехстороннего мирного всего одного и второго третьего. это понимаешь в эти официальные коммунике византийские мы с тобой до встреч можем писать но я с тобой согласен после фиксации и резкого успокоения на утро четвертого числа вот не о чем разговаривать а гадать можно все что угодно кто кому какие сигналы послал и так далее зачем ходить по кругу переходим к новостям до этого тоже были новости украины конечно же это был анализ новостей вот парадокс заключается именно в том что встреча Путин и Эрдоган это новости украины тем не менее да это новости украины конечно же тем не менее тут как не крутит все новости украины да тем не менее непосредственно внутри то что ты говорил о логике Минска 3 и вот как логика Минска 3 сообразуется с концентрацией войск на юге сейчас ну согласуется она абсолютно напрямую и линейную переговорный формат ситуативно с включением всех консерв протухших агентуры в лице Кнайресла там я не знаю Шрёдера Лепен и так далее кстати это тоже маркер агонии он провалился сейчас я говорю про логику Кремля на юге прежде всего не допустить банально деоккупации Херсона там же одного гауляйтера то ли партизаны то ли самозастрелился другой в коме сальдо известный назначенный перевезенный в Россию просроченный из продуктов съел по-моему просроченный арбуз да съел вот херсонский однозначно вот то есть ну то есть здесь бы и банальная логика на земле не допустить деоккупации Херсона потому что такого формата поражения возможно и в состоянии запустить необратимые процессы в российских войсках и далее по списку это понятно а следующий момент ну два момента создать на каком-то участке потерю территории разгром украинской группировки наставить на больших территориях советских флагов и уже выйти в их логике с более сильных позиций давайте деэскалировать потому что будет еще хуже а вот об этом будет еще хуже есть маркер там же одно из помимо Херсона одно из наиболее опасных направлений нескольких это кривой рог и Запорожье а так как они распределяют ресурсы на запорожском направлении они уже по чуть-чуть выгребают они же распределили ресурсы то есть кучу военные пусть меня простят за упрощенчество кучу арты оставили на направлении Песок Авдеевка Бахмут и так далее личный состав десантники относительно кадровый или ЧВК согнали на Запорожье или с Запорожья на Херсон но самый главный маркер это обстрел энергодара это запорожская атомная электростанция с обвинением украинской стороны и демонстрация конкретно а поверьте есть коммуникация с гражданами Украины которые героически эту станцию обслуживают сейчас будучи де-факто заложниками России информация полная есть этот момент мы видим как новый уровень давления принуждения к Минску-3 дальше развивается тема ядера и так далее она может быть в разных аспектах вот тут тоже интересный момент они по факту между энергоблоками а ставят войска б сами по ним постреливают я думаю после Еленовки ни у кого уже не осталось сомнений что это вы можете или это не могут то есть это все звенья принуждения к Минску-3 то есть это момент несработки начиная от указанных персонажей и заканчивая структурами аля Amnesty International в простонародье Иванушки International уже их называют поэтому здесь вот тут логика мне понятна абсолютно что у них получен на земле в военном плане ну я здесь некомпетентен я могу только держать кулаки и надеяться что они и там отгребут понятно кстати Нью-Йорк Таймс пишет о том что критические проблемы живой силой и техникой могут снова замедлить российские операции и повысить шансы украинского фондом наступления на успех смотри наш блог про Энергодак вопросов нет ну слушай не асимметричные угрозы и условия они будут выдвигать 140 с чем-то азовцев женщин раненых отпустили 50 с чем-то убили куча народу азовцев коллективных называю и пленных при полном попустительстве импотенции ООН и Красного Креста находятся в плену под пытками и ужасающих условиях вот будут Киев ставить перед тяжелейшим выбором вот и все ты знаешь а на этом фоне все громче по разным каналам звучит информация которую GSAC не может ни подтвердить ни опровергнуть по системам ракетам вернее по пакетам Атакмис для тех же Хаймарсов или МЛРСов это уже 300 километров то есть ну варим жабу медленно но вот как есть ты знаешь вот я постоянно заставляю себя не заниматься там не обращать внимания и так далее но ты вспомнил про Азов я вспомнил про эфир одного известного топ-блогера который ну смотрю его грешен грешен который вдруг неожиданно сказал следующую вещь что а Красный Крест в обмене не в обмене вернее а в экстрадиции Азовцев ни при чем оказалось таким образом была зрада со стороны украинских властей и конкретно человека которым занимался он говорит что он не знает кто им занимался но вот украинская власть должна этого человека сейчас поймать и посадить на скамью подсудимых и тут ну слушай ты мне ты мне скажи пожалуйста кто это ну швед а не ну тут смотри сразу сразу вутиль сразу вутиль в моей системе координат это чудо раскрылось гораздо раньше сейчас уже это просто уже какой-то оксимурон нет он качает слушай ну я уже говорил Украина даже сейчас есть знаешь как это маркер успокоения общества опять войну подключает к внутрополитическим разборам чего не было например в конце февраля потому что все пардон обосрались это слово не ругательное детям привет то есть это понимаешь в чем дело а сейчас вроде бы уже можно шатать можно шатать один из фронтов это внутри Украины для Кремля очевидно мне совершенно не интересны его мотивы бог осудит за мотивы а не за поступки но то что он работает понятно на кого такими заявлениями для меня это категорически очевидно притом это было давно я неоднократно на эту тему говорил только Хаймарс удивили а нас удивить можно только приятно от молодого оператора Хаймарса до я не знаю до Лойда Остина с Резниковым сразу выплывает тема разогнанная там что давайте усилим контроль мы не понимаем контролируем Спарт всплывает и так далее со своими мотивами лично к ней проблемам нет но как это раздувается и подается именно в этот период ладно там в марте непонятно на этапе торгов Македония дает Су-25 Северная Македония сори и так далее идут процессы в такой динамике что вспомните опять же когда от десятков джавелинов или сотни НЛО обсырались те же смотрящие сейчас на этом этапе нам начинают рассказывать сказки про серого бычка это при том что проблем к нынешней власти в отдельной программе могу лист подчеркнуть наполам выкатить столько задача спрашивается зачем снять Ермака ну снимем чуть позже я не могу этого понять вот честно сори за эмоции извини но я вынужден продолжить знаешь почему вынужден продолжить потому что так или иначе куша народа в том числе и смотрящих этот канал смотрят и его и поэтому вынужден продолжить я не хочу призывать делать слушай ну незнание законов не освобождает от ответственности ну хочется жить людям в пузыре живите хотите посмотрите если уже так принципиально посмотрите до 24 числа эфиры Караулова к нам тягали например где он сейчас Швейца того же тягали и так далее то есть это слушайте то что он когда-то говорит а либо правда либо греет душу ну так зайдите 70 на 30 или 60 на 40 почитайте Геббельсон в Википедии хотя бы поэтому и так далее он много говорит правильных вещей это не отрицает и еще один все-таки на этот момент нужно обратить внимание у него флаг висит красно-черный слава Украине красно-черный понимаешь не-не-не-не у него желто-синий ты правда желто-синий ну надо не дорабатывать фон черный не дорабатывать надо красно-черный делать дело не в этом дело в том что смотри на самом-то деле почему я на этом кейсе акцентирую внимание Арахамия Арахамия это канал Абрамович это канал переговоров с Путиным что украинская власть ведет переговоры с Путиным Арахамия ведет переговоры с Путиным и дальше как бы невзначай Абрамович конечно же говорит это фигня Абрамович это всего лишь мессенджер не называя зеленского понимаешь и проехался я все я не хочу это больше я вижу что тоже не то что есть то что есть кулуарные каналы общения по линии киев москва они есть они должны быть и поверь мне они очень разные вот и к вопросу например о том что красный крест например не сыграл ключевую роль вне контекста степуляции швеца тоже может оказаться правдой и что подалось это это знаешь как этот что оказалось правдой там три или четыре инициативы эрдогана одна из них которое было совместно с грецией я тебе скажу это очень непопулярно почему-то в турции в азербайджане со временем затем турцию по мариуполе их отбросила москва из инициативы мы благодарны искренне не действовали тогда он действует то что договорились а потом повесили флаг он под эти договоренности охотно верю под импотентную он которая тоже хочет аппарат он не хочет сохранить факт своего существования или оправдать факт своего существования но это не отменяет того очень в чем ущерб на логика кремля швеца что то что москва кинет в итоге и сейчас это запускает тему вы вспомните на обмен на момент обмена сколько месяцев держался мариупольский гарнизон коллективный азов я называю и сколько месяцев он уже был закрыт на завстать они же спекулируют сейчас постановочными видео с нашими пленными которые в плену любой расскажет все что угодно объективные вещи начинаешь греть не надо их просто слушать это же понятно и так далее что могут сказать это вот свежный ком накатывается в каких интересах чьих мне непонятно истинные мотивы внутренне американские какие-то могут быть какие угодно но то что это внутри украинские внутри внутри украинские но то что это ситуативно в горячей фазе войны действует на руку агрессорами это слушать а слушать и не слушать ну окей слушайте разные источники вот и все смотри у нас остается очень мало времени практически его не остается но мы можем мы можем поговорить и про грузию и про то про ту суету которая была у нас правда с зурочитая мы говорили очень подробно об этом слушай я тебе про попугайничаю в очередной раз послушай то ли еще будет не только на уровне заявления ситуация отпущена то есть позитивная коннотация отпустите ситуацию успокойтесь так вот неважно с какого года с 12 или когда сейчас ситуация в грузии отпущена и так далее и тому подобное я хочу я смотрел передачу зурой читая низкий поклонный мой привет все там разложено я кстати в знаменательный день ты упомянул четыре года я пойду поддержать бар ддм возьмите нас собой на идем и идем вместе к следу своему будучи пивным алкоголиком я там за четыре года не указываться уважаемые правильные люди я тем более тем более что пивным алкоголиком я не являюсь этого почетного звания у него вы нет ну не в тебя еще все впереди вот то есть так этот окей вопрос чем вот возьмем только один аспект один аспект вокруг я не беру вот эти крайности которые ты озвучил это все следствие отпущения этой ситуации это следствие отпущения ситуации когда например скажем так провластное информационное крыло в логике не дразнить гусей московских позволяют себе друзей дразнить гусей американцы легко и так далее все это будет заворачиваться вот такие вот сообщения вот который сказал чтобы не все уехали слушай кто вот я возвращаюсь к одному аспекту визовый режим его можно было ввести в разные периоды и очень по-разному не введение его двадцать четвертого ноль второго отпустила ситуацию это ошибка понимая какой я огонь сейчас вызываю на себя мне это напоминает знаешь какие дискуссии когда-то в украинской истории новейший был период по вступлению в нато пророссийские силы всегда пророссийские чтобы сорвать вступление там медведчук собирал голоса за референдум и давая это как будто это обязательное условиях это полнейшая ложь сейчас кстати никто не предлагает понимая из пророссийских понимая как да после четырнадцатого года и тогда не об этом речь так вот тогда были какие дискуссии понимаете я забыл следу своему кто один мой знакомый очень классно сказал послушайте сектор обороны и безопасности куда ложится вопрос вступления на это узкоспециализированная тема профессионалов вот допустим давайте смоделируем ситуацию что украинская ассоциация гинекологов собирается вступать или не вступать в международную ситуацию эту организацию какую-то гинекологов там или стоматолог и тут это выносят на всеобщей клебесы ты я или кто-то другой как ответственный гражданин идем голосовать за или нет нас обработает одно крыло акушеров другое другое но мы пройдем по голосуем ну что это менять правда бред почему в вопросе обороны и безопасности вступление в нато это я вспоминаю должно быть как-то по-другому точно так же и проведение визового режима дело на уровне профессионалов на уровне менеджер среднего звена кому бы этим пришлось бы заниматься и приходится сейчас заниматься нивелированием предотвращениями или купированием угроз от не введения визового режима сейчас в интересах тех же самых прости господи хороших россиян в первую очередь это мы возвращаемся к заявлению курашвили и тогда вот да вот так вот там нет дискуссий несмотря на то что выносится в паблик в логике черно-белом кино надо вводить при том для всех и для белорусов нещадно или это уже ксенофобия это вообще психушка я считаю посылы так вот на уровне на уровне профессионалов понимающие что к чему там нет дискуссий там пункт первый вводить надо было пункт второй момент введения потерь сейчас объективно а ввести можно по разному это тоже не обязательно в это вот у меня вопрос простой попали честно помню без виз для россиян в двенадцатом году или раньше в одиннадцатом в одиннадцатом на сколько дней правда не на 365 и я не помню честно вот нюанс без виз без виз как формата да 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 там было в приграничных историю дьявол мелочах следующий момент на 30 дней тот же без виз и на 365 дней есть разница или нет почему грузии почему грузии в формате не дразнить не открыть бы в москве или в ростове или где угодно визовый центр это другая крайность для впуска про это крайность тяжело почему не ввести как в турции виза за 20 заполнением анкеты не в баре ддн на на въезде в территории грузии в чем проблема это тоже ксенофобия после 24 0 2 вот так вот эти вещи эти и теперь самый интересный момент я охотно верю что не публично соответствующим органам ставится задача по предотвращению этих угроз несмотря на инфра шум ну работа такая и менеджеры среднего звена говорят в этих условиях без виза мы технически не можем выполнить эту задачу они ее пытаются кого-то выдергивать на собеседование кого-то заполнить анкету приезжающих с украины с россии из беларуси что правильно собеседование адрес и так далее но при том потоке я тебя прошу вот и все ссори за сумбур тут нет тут нет предмета дискуссии вне контекста политического противостояния его не но и все я тебя скажу так что почему-то выдергивается на собеседование не пускаются сюда но это уже хорошие что касается плохих русских теперь правильно так вот мы нет опять же это следствие чем я говорил наличие безумного безвиза дает основание точечно пускать кого не надо и точечно не пускать кроме по поводу не пускать по пункту другие там или конечно даже шенген когда не выдавала европа она не обязана объяснять почему здесь формально никаких вопросов никаких вопросов к официальному тбилиси нет и быть не может они просто имеют полное право не объясняя причин никого пускать действуя в том числе в том числе во своей внутри политической логике я уже не помню в твоей ли программе говорил об этом мне другая крайность азербайджана нравится вот она адекватно адекватно при том что я знаю как на горизонтальном уровне относятся к этому простые азербайджанцы у которых родственники в дагестане и так далее цены азал я знаю и так далее но в черно-белой логике противодействия угроз мне логика азербайджана понятна более логично здесь притом угрозы те же гибридные в контексте войны тупо антироссийское решение противодействия не антироссийской проазербайджанский в секторе обороны и безопасности эти а в грузии что мы имеем не пускают гудкова что лично я пусть это мой будет комплекс лично считаю правильным но когда на фоне гуляет познер скобеева и далее по списку естественно же не просто они приехали далее а были осведомлены определенные органы что впустите уважаемого человека но познера не познера не найти в сарафанном радио грузии в ночном ресторане ну ребята но это это все следствие отсутствие механизмов давно не введенных по противодействию гибридным ссоре за слово паразит угрозам грузии эмоциональный эфир получается у нас простите получился потому что мы уже сильно перебрались со временем ничего но как сказал один наш зритель и твой поклонник в комментарий на телеге копчака много не бывает а я слушаю прикупил пред прекращаю же заниматься моей рекламой а ты же понимаешь и спасибо дякую дружу за очень интересный разговор слава украине героем слава мадлоб от квен спасибо что терпите